Всем привет! С вами... Та подожди ты! С вами Танами, Скайрим, и мы находимся в Вайтране. Ха! Да я скорее склонюсь перед ульфриком-буревестником. Да и не станет серая грива ковать мечи для легиона. Будь по-твоему. Я возьму заказ, но не жди от меня чудо. А ну-ка иди сюда. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещиц. И внутри еще побольше. Тебе не нужна помощь в кузне? Вообще-то да. Как ты думаешь, сможешь выковать железный кинжал? Вот все необходимое для работы. Приступай. Если что понадобится, загляни в магазин. Хорошо. Пока. Но мы это задание будем выполнять немножечко позже. Нам сейчас нужно, во-первых, излечиться. А то нас все обзывают больными. Давай. Позови, вид у тебя бледноватый. Наверное, это атаксия. У нас в Сиротеле это настоящее напасть. Напасть? А, не напасть. Что у тебя есть на продажу? Зелье давай. Зелье. Да, черт. Попасть не могу. Зелье. Ну что ж такое. А, так значит ты алхимик. Да не алхимик я пока. Дай мне... Зелье. Зелье исцеления болезни. Давайте... Все возьмем. Если потреб... Так. Предметы. Зелье... Зелье. Зелье, зелье исцеления. Фу, вот оно. Лекарство. Ты знаешь, где меня... Смотрим. Фот. Когти. Ну-ка. Ладно, пойдемте. Пойдемте в... К ярлу. А потом поработаем на кузне. Ты, старая. Что ты там знаешь? Ничего ты не знаешь. Что значит бороться и страдать? Ничего? А как же мой сын? А как же Торой? Он что, совсем не кто? Мясо достойное стало ярло. И не говори мне это. Прикосдите и взгляните на свежайшее мясо. Я никогда не смирюсь. Мой сын жив. Сердцем чувствую. Так скажите мне, дети битвы, где он? Где вы держите моего Торой? Тебе тоже понравилось. Посмотрите только на эту дуру. Держим его? Ну да. Он у меня в подвале. Держу его там в цепях. Кхм. Когда до тебя добрет, Королла? Умер твой несчастный сын. Умер. И умер он смертью предателя. Бунтовщика. А ты? Ты лучше помалкивай. Если не хочешь того же для себя. Пойдем, отец. Здесь больше не о чем говорить. Мне подставляют эксперт. Ну вы наглые. Слышь, мужик. Стоять. Олфрид. Покровитель великого клана сынов битвы. Думаю, это имя тебе известно. Так, этот скандал на рынке, в чем дело? Сырые гривы все свои беды хотят повесить на других. Разве я виноват, что они отвернулись от империи? Или что их тупой сынок выступил против империи с оружием в руках? И они хотят замазать этим честное имя моей семьи? Тьфуа. Понятно. Так, из-за чего разгорелась вражда с кланом Серая Грива? Из-за денег? Из-за чего же еще? В конце концов, дело всегда в деньгах. У Серых Грив в Айтране глубокие корни. Но и мы не хуже. Разница лишь в том, что мы богаты. А Вигнеры это бесит. Это их всех бесит. Столько слов о чести и гордости. А чем они их подкрепляют? Грязными обносами. И черствым хлебом. А честь и с гордостью у нас не меньше. А еще и деньги водятся. Еще бы они там не завидуют. Понятно, короче. Не, подожди. Подожди. Я такой же Норд, как и остальные. Но я не дурак. В отличие от серых гриф, я не живу прошлым. Ладно, хватит. Ты там остерегайся, псов-буревестник. Я раздобыла один рецепт похлебки из-за ленина. Так, это тебе надо? Ты хочешь стать торговкой? Перед тем, как мама и папа умерли, я им пообещала, что когда-нибудь стану лучшей торговкой в Скайреме. Я встретила одного караванщика, Мадрана. Он сказал, что поможет мне начать свое дело, если я принесу ему билинь мамонта. Вот только попробуй найди этот билинг. Я постараюсь помочь. Ты это сделаешь? Если найдешь, я смогу поучить тебя торговаться. Это тебе очень поможет в жизни. Хорошо. Ты упоминала торговые караваны? Каджиты зарабатывают, путешествуют по миру и торговые своими товарами. Тут непросто это, наверное. В Скайреме жить нелегко даже тем, у кого есть личность. Что печально, никто не хочет видеть их в своем городе. Никто им не доверяет. Нет, никаких липийств света. Почему? Что ты знаешь о каджитах? То есть о нас. Понятно. Ну вот, я же говорю, нам надо быть воином. Так, что-то со звуком. Немножечко так. Так, давайте я сейчас бивень мамонта принесу. А потом мне надо зайти к Ярлу и кое-что у него забрать в спальню. Ну ты даешь. Что у тебя есть на продажу? Только не надо мне твою сестру. Так, разное. Что, нету бивня мамонта? Клык, клык. Отмычки, дай мне отмычки. Бивень мамонта, бивень мамонта, бивень мамонта. Так, пока его нету. Надеюсь, появится. Пока. Эу. Фу-фу-фу-фу-фу. Где выход? Выход тут. Ну, прости, подружка, пока нету бивней. Все, идем к Ярне. Ничего мне не нужно. Мне к Ярлу нужно. Какая жалость. Тетенька, монетки не найдется. Я такая голодная. Вот, возьми. Там, что-то я курсор теряю. Возьми монетку. Да благословят боги твое доброе сердце. Слушай, Люсия, мы тебя потом удочерим. Так, почему ты попрошайничаешь? Бренуин сказал мне так делать. Только он один был добр ко мне с тех пор, как мама умерла. Мои дяди и тети забрали нашу ферму, а меня выгнали. Сказали, что я им не нужна. Я оказалась здесь, но я не знаю, что делать. Я так по ней скучаю. Бедняжка. Я пока не могу ее себе взять. Пока. Мы еще увидимся. Какая жалость. Ой. Та-дам. Та-дам. У тебя отличная имперская броня. Конечно. Э. Фух. Глюканулась ли гонца. Ярл. Что за бесцеремонность? Ярл Балгрупп не принимает посетителей. Серьезно? У меня новость из Хелгена. О нападении дракона. Ну тогда понятно, почему стража тебя пропустила. Идем. Ярл хочет лично поговорить с тобой. А то. Ты смотри на нее. Так значит ты свидетель нападения на Хелгена. Ну да. И там действительно был дракон. Угу. Уху-ху-ху-ху. Уху-ху-ху-ху. Вот. Да. Имперцы как раз собирались казнить Ульфрика Бревестника, когда напал на дракон. Ну конечно. Ульфрик как-то с этим связан. Что скажешь теперь про Вентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды. Даже от дракона. Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решил, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон сжет мои владения и убивает моих людей. Арилет, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой яркий. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Вот-вот. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем. Найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Подождите-ка. Ветреный пик. Мы там были. Ярл сказал, что тебе нужна помощь в одном деле. Что? Какое дело? Ты полагаешь, что можешь мне помочь? Я так не думаю. Не обращай внимания, я подожду Ярла Балгруфа. Ярла можно найти в большом зале. Он обычно сидит там, на троне, а не здесь, в лаборатории волшебной. Да что ты. Я нашел кое-кого, кто поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ей все подробности. Так Ярл думает, что ты мне пригодишься? О да, он должно быть имел в виду мое исследование драконов. Да, мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю добыть, я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменных крижалей, которые, может быть, там лежит, а может и не лежит. Я там уже была. Так, просто скажи, что от меня требуется. Ты хочешь отправиться в путь? Превосходно. Раньше начнем, раньше кончим, да? Кончим, да. Я узнал о некой каменной крижале, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами драконов. Иди в храм ветреного пика, найди эту скрижалью, она, скорее всего, в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. Уже нашла. Ты не про этот камушек говоришь? А-а-а, драконь и камень из храм ветреного пика. Он у тебя. Ты из другого теста, чем все эти дуболомы, которых мне присылает Ярл. А что насчет моей награды? Поговори об этом с Ярлом. Или с его управителем Авенитчи. Наверняка кто-то из них тебе хорошо заплатит. Спасибо. А-а-а, значит... Ага, это то, что мы выполнили. Драконы в небо, в небе разное. Значит, смотрим. Вот. А теперь... Перейдем к... Где Ярл? Кое-что у Ярла надо забрать. Все в порядке? В порядке, в порядке. Неподалеку видели дракона. Ты там тоже понадобишься. Дракон? Поразительно. Где его видели? Что он делал? На твоем месте я бы вела себя посерьезнее. И если дракону вздумается напасть на Вайтран, не знаю, умеем ли мы ему помешать. Пошли. Пошли, пошли. Итак, Айрилет мне сказала, что ты был в западной дозорной башне. Да, мой господин. Расскажи ему то, что ты говорил мне про дракона. А, ну да. Он летел с юга очень быстро. Никогда не видел, чтобы кто-то двигался так быстро. И что было дальше? Он напал на дозорную башню? Вот сюда нам нужно. Когда я убежал оттуда, он летал над ней кругами. Никогда в жизни так быстро не бегал. Ой, я думал, он точно кинется за мной. Молодец, сынок. Дальше мы справимся сами. Ступай в казарму, поешь и отдохни немного. Ты заслужил. Айрилет, сибири-ка стражников и приведи их сюда. Я уже приказала своим людям построиться у главных ворот. Отлично. Не подведи меня. Нет времени на церемонии, друг мой. Мне опять нужна твоя помощь. Окей. Я прошу тебя пойти с Ирилет и помочь ей в битве с драконом. Тебе удалось пережить Хелген, так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Хорошо. Я не забыл, что тебе удалось добыть для Фаренгара драконий камень. В знак моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе. Отлично. Отдал соответствующее распоряжение о виниче. И пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружии. Я бы я ирилет обойтись этого дракона. Я очень хочу посмотреть на этого дракона. Нет. Вами обоими я рисковать не могу. Без тебя здесь не обойтись. Ищи спор. Ага, встретиться с Айрилет около западной дозорной башни. Пока. Встретимся на месте. Так, книжечки мы потом просмотрим. Пока нам нужно вот сюда. Так, где-то, 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 где-то... Тут. Нет. Или тут. Да, тут. Вот он. Вот этот камушек. Есть. Отнести необычный камень. Оценщику. Так, пойдемте, отнесем. Говорят, Вульфрик Буревестник убил верховного короля своим голосом. Ну, да. Почему я только что забрала этот камень? Дело в том, что... В общем, сейчас я пойду к оценщику и расскажу, почему я так сделала. Кстати, о еде. Что это? Канина. Собачатина. Бе. Оленина. Так. Так. Лучок. Ай, лучок, лучок, зелененький. Лучок. Чеснок. В общем, сейчас отнесем этот камушек к оценщику и... В общем, посмотрите. И послушайте. Стоп! Где-то я тут видела бивень мамонта. Подождите-ка, это, по-моему, в покоях ярло. Я знаю, что ты помогаешь ярло. Вот бы все гости Вайтрана были столь же благополучны. Помогаю, помогаю. Мне нужно бивень мамонта забрать. Где-то я его видела. Если я не ошибаюсь, где-то... Где-то... Где-то, 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 где-то... Нет, не тут. Потом почитаем. На каком-то из шкафов. Ты из новых слуг? Запомни. Я люблю мясо с кровью. Так тебе и надо. Бивень мамонта. А я что сказала? Вот. Вот. Книжечки мы потом... Посмотрим. У-у-у, слитки. Я ничего не делаю, я ничего не делаю. Ля-ля-ля-ля-ля. У-у-у. В общем, читать мы не... Что такое? В чем дело? У-у-у. Ху-ху-ху-ху. Я заплачу. Блин. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем. И гуляй. Конечно, после уплаты штрафа. Вы гоните. Блин, они у меня забрали бивень. Камень. А-а-а, черт. Ну, ладно. А камушек хоть оставили? камень слава богу вот елки-палки не везет так не везет где-то тут стояла оценщик а вот и приветствую какими судьбами вайтране я ищу богатство значит ты здесь ради золота почти спрашивай людей вайтране полно народу с другими кошельками и слишком ленивых чтобы делать что-то самим ты здесь живешь но а то всю жизнь мы сыны битвы здесь самого начала вместе с серыми грибами наши семьи не одно поколение были близки но восстание ульфрика поставила нас на разные стороны мы теперь чуть что сразу в драку глупости это все я скажу говорят skyrim вернулись драконы вот это уже серьезная проблема так где я могу найти работу я не уверен что соратники принимают новичков но все же сходи к ним они в своем зале яр вас крик если по словам работа ты подразумеваешь обогреть свое оружие кровью нет это не оценщик твой меч всегда будет остер а твой язык еще острее окей пока может появились бивни мамонта дай мне знать если тебе что-нибудь приглядеть ты кто я работаю заходи в лапку биле тора на рынке не сомневайся у нас найдется кое-что для тебя так я уже там все продается дружок все давай показываю немного того немного сего так разные нету пока ну да ладно заходи еще ну что я думаю на этом стоит закончить эту серию люди за подождите или поэзию и романтику я не меньше прочих люблю помахать мечом но жизнь на этом не заканчивается где можно раздобыть выпивка это самый насущный вопрос загляни в горцующую кобылу старая хульда тебя медом напоит от души хульда них есть бард микаэль мелкий зазнайка тебе не нравится микаэль только всем прочим бардом репутацию портит мои норды издавна славимся войнами поэты я имею честь считать себя таковым но микаэль ему нужно только золото и девки полное неуважение к нашим традициям ну ладно все пока не в сердце песню а в сапоге нож окей да похоже нам придется вступать в гильдию воровы там есть этот самый оценочек говорится они говорят что он убит но я то знаю я знаю что мой сын жив эти сыны битвы они заодно с имперцами они тоже знают правду но врут мне глядя прямо в глаза откуда ты знаешь что они врут неразумно обсуждать это здесь пожалуйста если ты действительно хочешь помочь приходи ко мне домой я расскажу тебе все окей ты уже идешь домой надоела похлебка с хлебом идешь домой пошли я ничего не делал я ничего не делал здесь в скайриме раскол и не магия не время его не исцеля горячий душистый хлебушек прямо из печи давай быстрее мне уже надо серию заканчивать я знаю что честь твоей семьи важна для тебя но мы просто не можем себе этого позволить я несколько недель искал логово этих воров я не могу отступиться но не могу и вернуть меч в одиночку и ты готов обреть жену и дочь на голодное существование чтобы вернуть себе какой-то старый ржавый меч всего то надо нанять одного человека ну пускай двух ты не будешь голодать говорю тебе ясно и четко выбирай меч или жена если ты выйдешь за ворота то меня ты больше не увидишь не хочешь податься в наемники по моему дело как раз по сапфир подожди я встать иногда я скучаю по солдатской жизни но когда беру на руки дочь то понимаю что сделал правильный выбор о чем вы спорили сапфир не нравится что я слишком много времени трачу на поиски отцовского меча он кормил всю семью на золото которое зарабатывал этим клинком я не позволю такой реликвии пылиться среди трофеев какого-то вора тебе нужна помощь в поисках меча я знаю что он у шайки бандитов что орудуют поблизости но я не опрометчив нужно обращаться к страже вайтрана или к соратникам чтобы добыть меч не знаю зачем я это говорю но если ты найдешь его я буду тебе благодарен так ладно с этим потом разберемся если найдешь меч принеси его мне хорошо пойдемте эта старушка по моему сюда зашла так так эээ блин где она в интернете встретиться с встретиться 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 с и и и отменили Нет, 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 вот блин. Здесь в Скайриме раскол, и ни магия, ни времени. Да блин, где она находится? Уже серию надо заканчивать, а я... Дом... Так, упс. Может, всё-таки сюда? По-моему, да. Прошу прощения, но я пытаюсь читать. Читай, читай. Эм... Вот так незадача. Где же этот дом? Ммм... Ммм... Эм... 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 И... Нет, сюда... Куда-то сюда мне указатель показывает. Вот, вот сюда. Вот. Добро пожаловать в наш дом. Мама, что это значит? Кого ты к нам привела? Авельштейн, прекрати. Она поможет нам найти Торальдера. А ну, спрячь оружие. Откуда мы знаем, что она не шпионка сынов битвы? Нельзя такие глупости делать. Никому нельзя доверять. Кто знает, что будет, если меня здесь найдут? Я больше не могу. Убери оружие, пожалуйста. Давайте просто поговорим. Давайте. Ладно, мама. Чем могу помочь? Так ты здесь, чтобы помочь? Ну да. Да, само собой. Что я могу для тебя сделать? Я знаю, что Торальд жив. Вот как чувствую. Он где-то в плену у имперцев. Но я не знаю где. Эти проклятые сыны битвы. Им что-то известно. Они это скрывают. Почти что в открытую насмехаются над нами. У них должно быть какое-то доказательство того, что Торальд жив. И оно где-то в их доме. Я знаю. Просто знаю. Я не смею выйти из дома. Поэтому мне нужна твоя помощь. Хорошо. Какого рода доказательства тебе нужно? Какие угодно доказательства того, что Торальд жив и находится в плену. Я знаю, что у этих сынов битвы они есть. Конечно, они прячут доказательства. Не хотят, чтобы правда выплыла наружу после того, как они столько времени всем улгали. Но ты попробуй заболтать их так, чтобы они утратили бдительность. Окей. Почему ты думаешь, что тут замешаны сыны битвы? Сыны битвы. Самые ярые подхалимы империи здесь, в Айтране. Все знают про их связи с империей и легионом. И когда Торальд не вернулся домой, я сразу понял, чья это вина. Они знали, что Торальд поддерживал братьев в буре. Знали, что он пойдет с ними в бой. И они сделали все, чтобы он не вернулся. Заперли его где-то, чтобы отомстить нашей семье. Я в этом уверен. А, понятно. Я распространяйся слишком, что мы встретились тут. Хорошо. Ну что ж. А на этом, пожалуй, я закончу. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. С вами была Танами. Всем пока.